Большинство христиан знают, что важно рассказывать другим о своей вере. Но как мы делаем это? Ответы могут вас удивить. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Мы рассмотрим некоторые принципы евангелизма. И то, как Патрик повлиял на этот остров, завоевал его для Иисуса Христа много лет назад. На протяжении программы мы будем вдохновлять вас на то, чтобы вы могли делиться Иисусом с вашим миром особенными способами. Если у вас появятся вопросы о Патрике и его служении во время нашей программы или о слове, которыми я буду делиться, как стать смелее для Иисуса. Если вам нужен Иисус, исцеление или спасение, позвоните мне. Номер указан на экране. Вы также можете посетить наш сайт, находясь в любой точке земного шара. На сайте вы можете оставить заявку на молитву, поделиться своей историей или найти больше информации об Ирландии. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы были связаны через этот сайт. Заходите на него. Жду ваших сообщений. Сегодня в программе мы будем говорить о том, как Патрик рассказывал об Иисусе на этом уникальном острове, процветающем и выдало поклонство. В это время Патрик делился Евангелием. Мы все призваны нести благую весть в наш мир 21 века. Бог желает укреплять нас, чтобы мы были эффективными евангелистами в наши дни. Сейчас я нахожусь на холме Слейна, и здесь невероятно красиво. Позже в программе мы расскажем больше о значимости этого места в жизни и служении Святого Патрика. Пока я буду делиться с вами сегодня, я верю, что Бог будет говорить в ваши сердца. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Я вернусь к вам буквально через несколько минут. Я знаю, что Господь приготовил для меня еще кое-что. Я работаю на полную ставку, служу в церкви и воспитываю своих мальчишек. Я не думала, что у меня найдется время учиться. Однако я почувствовала, что Господь хочет, чтобы я покинула свою зону комфорта и сделала следующий шаг в сторону своего призвания. Я узнала, что с помощью онлайн-программы Университета Орла Робертса я могу получить образование мирового уровня, сидя в своей гостиной в удобное для меня время. Благодаря этим занятиям я развиваюсь умственно, духовно и физически. Именно этого я и ждала от этого университета. Самое лучшее в онлайн-программе то, что я продолжаю ходить на работу, служить в церкви и воспитывать детей. Теперь я на один шаг ближе к своему призванию. Чтобы улучшить свою жизнь, вы должны найти свое призвание. Заходите на сайт ОРЮ прямо сейчас. Смерть английского миссионера была установлена как празднование Дня Святого Патрика. Но этот день стал сопровождаться лепреконами, зеленой одеждой, горшочками с золотом и алкоголем. Ничего общего с человеком, который принес христианство в Ирландию и научил людей читать. Истинная история берет начало в середине пятого века. Римская империя освободила британские острова от своего правления. В это время Патрик, британец по происхождению и бывший раб, переправился через два острова и начал проповедовать. В 433 году н.э., после нескольких лет безуспешных преследований и насмешек, Патрик разжег огонь на холме Слейн в честь праздника Пасхи. Такие огни были предназначены для празднования весенних фестивалей на холме Тар. И когда после этого языческий бог не убил Патрика, король Ирландии расценил это как чудо. Поэтому он открыл двери на остров для проповедника. Помимо этого, Патрик положил начало чтению и письмо. Любовь к священному писанию процветала. Ирландия стала известна как остров науки и ученых. На холме Слейн многие века находился монастырь, где велось обучение, а пока в 1723 году он не был разрушен. Но даже сейчас можно увидеть развалины монастырской церкви, где впервые святой Патрик разжег свой огонь. Сегодня в программе «Мировое влияние» мы находимся в живописной и изумительной Ирландии. Я стою посреди руин монастыря на холме Слейн. Это уникальное место в Ирландии с народным значением. Ирландия – одна из стран, в которых христианство было принесено силой. Согласно истории, для этого Бог использовал реального человека по имени Патрик, также известного как Святой Патрик. Он служил на этом острове и говорил о послании Христа к гельскому народу. Патрик был родом из Римской Британии. Он приехал в Ирландию и проповедовал Евангелие очень эффективным способом. Сегодня мы поговорим о том, каким образом Патрик проповедовал, и какие принципы нам необходимо иметь, чтобы проповедовать нашему поколению в настоящее время. Я назвал это учение «Практика евангелизма». Мы действуем через нашу программу «Университет Орла Робертса» и через сеть «Эмпауэр-21». Рассказываем об Иисусе миру. Главное видение «Эмпауэр-21» состоит в том, что каждый человек на Земле по-настоящему встретится с Иисусом через силу Святого Духа. Как же это может произойти? Я верю, что это может произойти только, если Церкви вновь вернутся к Духу и замыслу евангелизма. Нам нужно обновление Духа, которое захлестнуло бы Церкви по всему миру, помогло бы делиться Евангелием с людьми нашего поколения. А вот почему сегодня мы вспоминаем историю Святого Патрика и то, как он использовал Божье Слово, чтобы коснуться сердец людей в Ирландии. Сегодня вы узнаете несколько принципов, которые критически необходимы для евангелизации сегодня. Первый принцип, которым я хочу сказать, заключается в том, что евангелизм требует призвания. Бог призвал Патрика на этот остров, чтобы делиться благою вестью об Иисусе Христе. Вы знаете, все мы призваны в широком смысле. Великое поручение относится к каждому, кто исповедует Иисуса Христа. Это не было лишь для двенадцати. Великое поручение относится не только к пятистам, это относится к каждому. Великое поручение от Иисуса. Это наше миссионерское положение в Церкви. Мы должны идти ко всем народам, делать их учениками, уча людей соблюдать все то, что Иисус заповедовал. Проповедовать каждому творению. Это наше призвание в широком смысле. Бог призывает людей к чему-то конкретному. Поэтому сегодня я хочу напомнить вам, что где вы работаете, служите, учитесь, ваша семья, все это часть конкретного призвания вашей жизни. Призвание Патрика отправиться в Ирландию было уникальным. Его призвание было очень важным для истории. Патрик родился в семье англичан, живших под управлением Римлян. В возрасте 16 лет он был захвачен ирландскими пиратами, которые привезли его на этот остров. На протяжении шести лет он был рабом. Пас, скот на холмах, вероятнее всего, это были овцы. В это время он научился молиться и искать Бога. И после шести лет молитв и поиска Бога, через Святого Духа, Бог проговорил к нему, что лодка, которая отвезет его обратно в Англию, стоит на берегу. Он нашел эту лодку и отправился домой. Некоторые говорят, что он проводил время с друзьями, другие, что он учился на священника после возвращения. Мы не можем быть уверены насчет всех этих вещей, случившихся в жизни Патрика. Но исходя из того, что написано в его личных записях, у Патрика было конкретное призвание вернуться обратно в Ирландию. Он пишет, что у него было ночное видение, в котором Бог проговорил к нему о возвращении обратно. По его словам, в то время я увидел ночное видение, где мужчина по имени Викторикус принес бесчисленное количество писем из Ирландии. Он дал мне одно из них, и я прочитал начало письма, «Глаз ирландцев». Пока я читал, мне казалось, что я слышу голоса тех, кто жил рядом с лесами в Аклуте, недалеко от Западного моря. Они призывали, будто бы одним голосом, «Мы просим тебя, святой юноша, вернуться и находиться среди нас». Эта история во многом напоминает историю Павла, когда он увидел видение, где человек из Македонии просил его прийти и помочь. Патрик увидел ирландских людей, говорящих, «Приди и будь среди нас». Бог желает призвать нас благовествовать миру, в котором мы живем. «Каким бы ни было твое призвание, следуй ему, служа Богу и делясь благой вестью». Второй принцип эффективного евангелизма заключается не только в призвании, но евангелизм также требует посвящения. Патрик посвятил всю свою жизнь миссии, которую ему дал Бог. Патрик стал мужем сильной молитвы и поста. Он молился почти все время и страстно искал Бога. И он видел, что Бог поможет ему исполнить миссию среди ирландского народа. В исповеди святого Патрика он говорит, «В один день я произносил сотню молитв, и часто ночью было столько же». И дальше он говорит так, «Если я достоин, то живу для Бога моего, чтобы учить язычников, даже если они будут презирать меня». Крупнейшее свидетельство для Христа, которое я знаю, требует большой расплаты. Иисус сказал, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». Это деяние 1 глава 8 стих. Иисус говорит, что «Когда Дух Святой сойдет, Он поможет вам быть моими свидетелями, вставать за меня даже до самой смерти». Евангелизация в мире, в котором мы живем, подразумевает жизненное посвящение. Евангелизм требует призвания, и еще евангелизм требует посвящения. Здесь, на мировом влиянии, мы посвящены тому, чтобы рассказывать этому миру об Иисусе Христе. Я рад, что сегодня вы присоединились к нашей программе. Мы находимся в Ирландии, и я стою на месте, которое называется Холм Слейна. Это очень значимое место, потому что здесь Патрик противостоял гальским силам, говоря об Иисусе Христе. Оставайтесь с нами. Я вернусь с заключением этого послания через несколько минут. Святой Патрик даже не был ирландцем, он был британцем. Он жил в западной части Британии. Вырос в христианской семье, но считал себя лишь условно верующим. Однажды ночью, будучи пьяным, он попал под набег ирландских пиратов. Они похитили и привезли его в Ирландию, где его сделали рабом. Находясь в полном отчаянии, он вернулся Господу. Он взывал о милости, и Христос спас его. И тогда Дух Святой начал говорить ему о том, как он может освободиться. И невероятным способом ему сказали не идти на восток в направлении к Британии, а идти в противоположном направлении, на запад, где он нашел корабль и оказался в безопасности. Учитывая, что случилось с ним, Патрик думал, что никогда больше не увидит Ирландию. Но Патрик чувствовал склонность к ирландскому народу в своем сердце. Патрик знал, что Библия говорит проповедовать всем народам, и тогда придет конец. И он не переставал думать об этом народе, где он был рабом, и где не знали, что такое Евангелие. В то время римляне считали Ирландию концом мира. Они считали, что земля плоская, и если плыть дальше Ирландии, корабль просто упадет вниз. Но Патрик вернулся обратно, уже как апостол, и начал проповедовать Евангелие. В результате Ирландия стала единственной страной, в которой христианство появилось не путем войн или указом короля, но благодаря тому, что люди разносили благую весть, проповедуя каждому, и спаслись. Святой Патрик был очень естественным и настоящим. В своей исповеди он называет себя грешником, последним из верных, будучи значимой фигурой в истории самой Ирландии. Субтитры подогнал «Симон» Это так удивительно. На первый взгляд, ничем не примечательный человек так сильно повлиял на целую нацию. Кроме того, Святой Патрик стал родоначальником письма в Ирландии. До его приезда ирландцы использовали устаревший вид агамического письма. Фактически это были отметки на камнях. Но Святой Патрик привнес традиции Римской Британии, и люди начали писать. Это было началом становления Ирландии, как острова науки и ученых. Изначально все началось с простого переписывания Библии. После появилось множество монастырских традиций, основанных на Кельтской книге. Это народное достояние Ирландии. Поразительно, что Святому Патрику удалось проникнуть в ирландскую культуру. Он шел верными путями. Он не просто шел в город и начинал проповедовать, он сближался с местными правителями и людьми, стоящими у власти. Поэтому они разрешали ему делиться Евангелием с их людьми. Он уважал людей, стоявших у власти в этом месте. И еще одна интересная вещь, связанная со Святым Патриком. Он был одним из первооснователей антирабской кампании. Но в то время это еще не было актуально. Но так как в прошлом он сам был рабом, Патрик решительно и страстно высказывал свое мнение. Он порицал рабство. И он вдохновил христиан на прекращение этой адской торговли. Он шел впереди своего времени. Он отстаивал права всех людей. В первой части учения я говорил о евангелизме в 21 веке. Что он в себя включает? Сегодня мы рассматриваем принципы евангелизма. Он требует призвания и посвящения. Мы говорили о жизни Патрика. Он приехал в Ирландию и привел эту нацию в остров к Иисусу. Какие жизненные принципы помогли Патрику быть настолько успешным в 5 веке? Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Вы будете мучениками, но встанете за меня силой Святого Духа. Вы будете смелыми и отважными. Когда мы мужественны в нашем Божьем свидетельстве, мы присоединяемся к апостолу Петру, апостолу Павлу, присоединяемся к Стефану. Мы становимся частью каждого мощного свидетельства Иисуса Христа. Каждому из них приходилось быть мужественным и смелым. Патрику нужно было быть мужественным на этом острове. Когда он приехал сюда, чтобы проповедовать Евангелие, Ирландия поклонялась друидам. Они были язычниками, они были далеки от Иисуса Христа, и они противостояли Евангелию. Согласно фактам, Холмс Лейн, где мы сейчас находимся, имеет большое значение в ирландской истории. Традиция говорит, что Патрик, рожок здесь огонь в знак сопротивления королю Ирландии, который издал указ, что именно в этот период разных празднований только король имеет право разжигать огонь. Патрик разжег огонь прямо на этом холме, чтобы прославить Иисуса Христа. То, что он сделал на кресте Голгофа. Когда ирландский король увидел этот огонь, он послал за Патриком. И в присутствии короля Патрик поделился своей историей об Иисусе. Он проявил все свое мужество. Существует молитва Святого Патрика, хотя многие считают ее ирландской молитвой VIII века. Но в ней прослеживаются характерные Патрику черты. В этой молитве говорится, «Сегодня в путь выхожу я, и Бог приводит со мною. Его сила будет мне защитой. Его мудрость меня направит. Его око за мной присмотрит. Его ухо меня услышит. Его слово меня оправдает. Его руки меня поддержат. Его путь лежит предо мной. Его щит от врагов избавит. Божье воинство будет со мною, чтобы меня охранить надежно. От хитрых дьявольских козней. От искушений греховных. От всех, кто зла мне желает, будь он далеко или близко». Патрик нашел необходимую ему мужественность через понимание того, что Бог с ним. Сегодня мужественность нужна, чтобы делиться своей верой в любом месте. Будь это семья или супермаркет. Но будь уверен, Бог с тобой. Так же, как евангелизм в пятом веке, евангелизм в нашем веке требует призвания, посвящения, мужественности. И номер четыре — эффективный евангелизм в наши дни требует конституализации. Что я имею в виду? Я говорю о том, что наше послание к людям, которые мы проповедуем, должно быть понятным. В первом послании к Коринфянам 9 главе, 22 стихе, Павел сказал, «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных». «Для всех я сделался всем, чтобы спасти некоторых». Как-то Билли Грэм сказал, что в каждой культуре, в любом месте, где бы ты ни находился, у людей есть общее сходство. Во-первых, есть времена, когда люди по всему миру чувствуют себя одинокими. Есть времена, когда они ищут цель. Времена, когда они хотят быть любимыми. И они думают о смерти и вечности. Грэм говорил, что всегда, когда ты говоришь на одну из этих четырех тем, у тебя будут слушатели. Когда Патрик приехал сюда, он искал способ проповеди Евангелия язычникам, жившим на этом острове. Первое, что он сделал, и мне доставило удовольствие обнаружить это, он использовал три листник как символ Троицы. Отец, Сын и Святой Дух. Три в одном. Патрик использовал такой простой пример Клевера для иллюстрации принципа, что вызвало восхищение теологов и философов всех времен. Это правда. Истинный евангелизм берет сложное и делает его простым, чтобы человек понял и ответил. Иисус оставил нам простые иллюстрации, чтобы помочь нам понять силу Его Царства. Мы должны пользоваться контекстом Евангелия. Когда я был в Китае, и мы готовились к отъезду, наш гид показала нам достопримечательности. Она учила английский и хорошо справилась с задачей. Я осознал, что скоро уеду из страны, не поделившись своей верой с ней. Я взял салфетку, написал на ней буквы АБВ. Она учила английский и могла бы понять эту простую иллюстрацию. Я поделился с ней своей верой тем, что Христос сделал в моем сердце. А потом спросил, хотела бы она узнать и Иисуса, который прост как АБВ, и поверить в Него. В тот день молодая девушка Гид отдала свою жизнь Иисусу Христу. Мы можем быть эффективными евангелистами своего времени. Если будем пользоваться контекстом послания. Делать сложное простым. Пользоваться словами нашего поколения для понимания. Что требуется для евангелизма сегодня? Нам нужны призвания, посвящение, смелость, контекст. И, наконец, нам нужна харизма. В Евангелии от Марка 16 главе Иисус дает нам такой перевод великого поручения. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сии знаки. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знаками. Нашему поколению необходимы харизмы Бога, даров Духа Святого. Нужны свидетельства Евангелия о том, что Иисус жив. Благая весть сегодня такова. Когда вы делитесь своей верой, Евангелием Иисуса Христа, Бог готов произнести «Аминь» своей благою вести силой Святого Духа. И те же дела из книги деяний, и те же дары, которые распространились через служение Патрика в Ирландии, много лет назад будут ощутимы вашим служением. И в вашей жизни сегодня это доступно вам. Я прошу вас присоединиться ко мне сейчас, чтобы произнести посвящение тому, что вы поделитесь своей верой с кем-либо рядом с вами. Запомните, мы должны быть живым подтверждением силы Бога. Меня зовут Мария Сторл. Я из Норвегии. Мне нравится идея о духе, душе и теле. Я воплощаю ее в жизнь. Я занимаюсь спортом. Мне очень нравится футбол. Я подружилась здесь со многими людьми. У нас прекрасные тренеры. Теперь они все как одна семья. Когда мы все собираемся в часовне, то это особое время, вне зависимости от того, первокурсник ты или выпускник, здесь мы все вместе. Я знаю, что потом я вернусь домой. Но воспоминания об этом месте останутся на всю жизнь. Я вижу, как люди здесь строят планы на жизнь. Чем они будут заниматься в будущем? И это открывает глаза и мне. Я начинаю задумываться о своей жизни. То, что здесь не строят мелких планов, заставило меня задуматься над тем, что именно я считаю планом для своей жизни. Сегодня программа «Мировое влияние» находилась в Ирландии. Я стою возле руин аббатства, которое превратилось в кладбище на вершине Халмаслы. Мы говорили о принципах, о том, как делиться своей верой в 21 веке. Если вы похожи на большинство людей, то самый большой страх для вас — это публичное выступление. По сути, большая часть людей боится делиться своей верой. Я молюсь за вас сегодня, чтобы Бог дал вам смелость и мужество быть свидетелем Иисуса Христа в наше время. Если вам нужно больше смелости сегодня, вы хотите принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вы можете позвонить мне в Америке. Телефон указан на экране. Присоединяйтесь к нам, а также задавайте свои вопросы. Я посвящен тому, чтобы делиться Иисусом каждый день в своем кругу. Святой Патрик приехал в Ирландию в V веке. Он был смелым, он был отважным. Он облекал послания в контекст, и он совершил перемены. А что насчет вас и меня? Будем ли мы производить перемены в своем обществе и стоять посреди давлений, провозглашая Иисуса единственным путем к Отцу? Я хочу этого. Присоединяйтесь ко мне в этом стремлении. Зайдите на наш сайт прямо сейчас, расскажите мне свою историю, а мы помолимся за вас. Сегодня мы делились принципами евангелизма, которые необходимы в нашем веке. Мы живем в мире, наполненном плюрализмом, в котором христианство подвергается огромному давлению как на Западе, так и на Востоке. В эти последние дни христианам потребуется громадное мужество для свидетельства своей веры. Я верю, что у вас есть такое мужество. Если вы встанете за Бога, то Он будет стоять с вами и подтвердить свое слово силой своего Святого Духа. Я Билли Уилсон. Сегодня программа «Мировое влияние» была в Ирландии. Мы делимся Иисусом со всем миром. Вы смотрели «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Всемирно известного христианского университета Орла Робертса, находящегося в Талсе, штат Эклахома. Заходите на сайт ОРЮ, чтобы узнать, как получить одну из 65 степеней по онлайн-программе или в самом университете. ОРЮ с гордостью поддерживает движение Эмпауэр 21. Чтобы материально поддержать нашу программу, закажите у нас любой товар или пришлите нам вашу молитвенную просьбу. Заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону, который вы видите на экране. Наши молитвенные партнеры всегда готовы принять ваши молитвенные просьбы в любой момент. Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших писем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова